Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главное за неделю в Самаре, коротко о некоторых темах. В Самаре продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Свою позицию выразили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Самарцам, чьи квартиры пострадали в результате взрыва, предоставят временное жилье в Крутых Ключах. Расходы на ремонт разрушенных квартир взял на себя застройщик. Детские сады Самары примут более 11 тысяч детей. В городском департаменте образования прошла автоматическая процедура распределения мест. Президент страны Владимир Путин во вторник вновь обратился к россиянам. Он подчеркнул, что страна постепенно преодолевает ситуацию, связанную с коронавирусом. Граждане доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Владимир Путин поблагодарил всех, кто оставался на своем посту. Врачей, учителей, волонтеров. В экстремальной ситуации отработали предприятия, отрасль торговли. Труженики сел успешно провели пассивную кампанию. Перелом уже близок, но вирус по-прежнему опасен. Сразу 14 центров России работают над созданием вакцины от вируса. Но здесь главное – не навредить. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один. Известный врачебный принцип – не навреди. Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины. Причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной эта надежность. Выплаты медикам, работающим на передовой борьбы с коронавирусом, продлят на июль и август. Они не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Семьи с детьми до 16 лет в июле снова получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Причем подавать документы больше не требуется. Средства выплатят автоматически. Их получат 28 миллионов детей. Продлят и выплаты для детей до 3 лет. Отдельно президент остановился на поддержке семей, где воспитываются дети с редкими заболеваниями. Они должны получать регулярную материальную помощь от государства. В связи с этим с 1 января 2021 года ставка налога на доходы физических лиц изменится с 13 на 15%. Но это будет касаться только тех, кто получает свыше 5 миллионов рублей в год. Эта мера позволит получать в бюджет порядка 60 миллиардов ежегодно. Средства будут направлять целевым образом на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы. Однако родителям порой не остается другой надежды, как помощь благотворительных фондов. Или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через интернет. Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто откликается. Искренне хочу вас поблагодарить. Всех, кто старается помочь. Но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. И самая острая проблема сокращения занятости населения – рост безработицы. Из-за этого ВВП России снизился на 12%. Началась глобальная рецессия. Базовая задача государства – сохранить доходы семей. Нужно сделать все, чтобы рабочие места не сокращались. На это были направлены беспрецедентные кредиты, прямые госсубсидии. Свыше 2,5 миллионов россиян получили поддержку от службы занятости. Это стало возможным благодаря накопленным резервам и стабильной экономике последних лет. России удалось избежать драматического скачка безработицы. Но задача на 2021 год – восстановление рынка труда, чтобы вернуться как минимум на докризисный уровень. Для этого предусмотрен льготный кредит по 2% годовых для пострадавших отраслей. При сохранении ставок сотрудников долг с предприятия будет списан. Трое медиков Самарской области награждены орденами Пирогова. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19, высокой государственной награды удостоена заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице Наталья Кабанова. Об особенностях работы медиков в период пандемии расскажет Лариса Шалафаст. Их служба и опасна, и трудна. В период пандемии медики детской инфекционной больницы работают в усиленном режиме. Утро заместителя главного врача по детству Натальи Кабановой начинается здесь, в комнате, где медперсонал облачается в специальную защиту перед тем, как идти в красную зону к больным. Они, конечно, настоящие герои, потому что совершенно без страха, самоотверженно пустились на борьбу с этим невидимым врагом. Защитная одежда здесь обязательно для всех. Специальный комбинезон, бахилы, две пары перчаток, маска. В такой амуниции медики проводят по несколько часов. Самое главное лицо, глаза, дыхательные пути, которые являются основными входными воротами для данной инфекции. О выбранной профессии никогда не жалела, признается Наталья Павловна. Медиком мечтала стать с детства. В семье она единственный врач. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19. Наталья Кабанова награждена орденом Пирогова. Свою победу она посвящает родителям, которые всегда поддерживали ее выбор, а также всему коллективу больницы, который каждый день встает на защиту жизни маленьких пациентов. Я, конечно, благодарна и руководству страны, и руководству региона, и Министерству здравоохранения Самарской области за то, что мой, казалось бы, повседневный труд, он был отмечен на столь высоком уровне. Вот эта отрасль медицина – это, по сути, ежедневное служение людям. Это ежедневная победа, это спасение человеческих жизней. И этим занимаюсь не только я одна. Все мои коллеги, они самоотверженно работают, и они достойны высоких наград. Почивать на лаврах медикам некогда. За несколько месяцев в детской инфекционной больнице от коронавируса вылечили 500 пациентов. И работа в усиленном режиме продолжается. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самаре стартовало историческое голосование по поправкам в Конституцию. Действующий сегодня главный свод законов страны был принят еще в 1993 году. Всего же за всю историю государства содержание документа менялось шесть раз. С временным интервалом в десятки лет. В этом году голосование совпало с пандемией. Но опасаться за свое здоровье не стоит. На участках продумали безопасность до мелочей. Как обстоят дела на пунктах голосования, узнали наши корреспонденты. Входим, температурный контроль. Все в норме. Руки, пожалуйста. Одноразовые перчатки и маску. Стандартная процедура, которая ожидает каждого на входе. Все 19 тысяч избирательных участков оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. В списках голосующих 2 миллиона 412 тысяч человек. К тем, кто сделает свой выбор на дому, придут сотрудники в специальной экипировке. Самарская область к проведению всероссийской кампании по поправкам в Конституцию готова. На то, чтобы выразить свое воле и изъявление, гражданам отведено 7 дней. Все процедурные моменты нами учтены. Но вы знаете, что в условиях все-таки опасности возможного заражения. Хотя ситуация улучшается. Но, несмотря на это, мы главным приоритетом в этой кампании видим, конечно, жизнь и здоровье граждан, как участвующих в голосовании, так и наших членов участковой комиссии. В Самаре участковые избирательные комиссии расположились во всех 159 школах, а также в 38 дошкольных образовательных учреждениях. Мы полностью готовы встретить достойных и ответственных граждан, которые на досрочном голосовании определятся и отдадут свой голос за поправки в Конституцию. На участке уже доставлены все необходимые средства индивидуальной защиты. Безопасность на избирательных участках продумана до мелочей. Уже при входе люди меряют температуру, обрабатывают руки. Далее они проходят на регистрацию, где им повторно предлагают обработать руки специальным веществом и выдают набор со средствами индивидуальной защиты, куда входит маска, перчатки и каждому своя ручка. Каждый член избирательной комиссии сидит вот в такой специальной защитной маске-щите. После того, как регистрация пройдена, можно спокойно идти и выполнять свой гражданский долг. Чтобы пришедшие не нарушили социальную дистанцию, на полу нанесена разметка. Двигаться необходимо по специальным красным стрелкам. Голосование по поправкам в Конституцию разделили на несколько дней, чтобы избежать скопления людей. Отдать свой голос можно, начиная с сегодняшнего дня и до 1 июля включительно. За день до старта голосования глава города Елена Лапушкина проверила, как идет подготовка к историческому событию. И, безусловно, принять участие в этом голосовании, я считаю, долгом каждого россиянина. Это обязательно надо сделать. Тем более, сейчас приняты беспрецедентные меры по безопасности. Прогласовавшим досрочно вместе с бюллетенем выдадут флайер. 1 июля на своем избирательном участке его можно будет обменять на билет без проигрышной викторины. На кону бытовая техника, автомобили и даже квартиры. Но главным итогом голосования по поправкам в Конституцию станут изменения страны к лучшему. Мария Левина, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Калдашов. События. И хотя на голосование отведено 7 дней, самоактивные горожане уже выразили свою гражданскую позицию. В числе первых свои голоса отдали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Полина сегодня впервые участвует в голосовании на участке и сразу по вопросу Конституции. Исторические дни, когда россияне определяют, каким будет основной закон государства. По мнению девушки, выразить свою гражданскую позицию должны все жители России. Я голосую первый раз сегодня и я считаю это очень важным, потому что мы должны выразить свою гражданскую позицию, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Ровно в 8 утра ежедневно открываются все избирательные участки. Каждый оснащен не только привычными для голосования атрибутами. Везде на входе самарцам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают перчатки, маски и ручки для голосования. Наиболее активные граждане пришли на участки уже в первый день. Сотрудники в специальной экипировке отмечают. Голосование идет в рабочий день. Больше всего посетителей было сразу после открытия и в обеденный перерыв. Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал по окончании рабочего дня, предварительно пройдя на входе все процедуры. Это большая честь, я уверен, для каждого гражданина Российской Федерации принять участие в голосовании по Конституции. Не каждому поколению это выпадает. И я очень рассчитываю, что граждане страны примут участие в голосовании, формирование будущего нашей страны. Мы сегодня закладываем надежный фундамент развития страны на десятилетия вперед. Замерили температуру и выдали маску на входе и главе города Елене Лапушкиной. Она также решила отдать свой голос заранее. После голосования глава города проверила, как организована работа избирательной комиссии и убедилась, что все меры безопасности соблюдены, а средства индивидуальной защиты заготовлены в достаточном количестве. Есть перчатки, есть маски, есть одноразовые ручки, есть разметка, что люди могут чувствовать себя на каждом избирательном участке безопасно. Если есть хоть какое-то напряжение, к вам готовы прийти домой, готовы обеспечить и организовать голосование на дому, поэтому, конечно, надо этим правом воспользоваться. Свои голоса отдали основатели худрук Театра Самарская площадь Евгений Дробышев и директор Наталья Носова. Для них дресс-код тот же – маска, перчатки, дезинфицирующий раствор. Поправки в нашей Конституции, я считаю, что это очень важно, и мы должны выразить свое мнение, потому что нам дальше жить, жить дальше нашим детям при этой Конституции, нашим внукам, поэтому считаю, что очень важно выразить свое гражданское мнение. В течение дня участки не пустовали, однако и большого скопления людей не было. Комиссии работали без очередей. За семь дней, которые отведены для выражения гражданской позиции, проголосовать успеют все желающие. Тем более, что многие понимают важность исторического момента. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Пострадавшие при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Крутых Ключах переехали в новое жилье в этом же микрорайоне. Инициативная группа местных жителей побывала на приеме у прокурора города. Навстречу приехали глава Самары Елена Лапушкина, представители администрации Красноглинского района, управляющие компанией и следственного комитета. Кто виноват в трагедии и какое наказание понесет, выяснила наша съемочная группа. Алсу Селезнева рассказывает, взрыв прогремел в половине пятого утра, когда в доме все спали. У соседей взорвалась газовая колонка, а сила удара была такой мощной, что в квартире Селезневых вышибла входной дверь, вылетели окна и треснула межкомнатная стена. В одно мгновение они с малолетним ребенком остались без крыши над головой. В тот же день городские власти предложили пострадавшим переночевать в пункте временного размещения, а уже через три дня семья Селезневых въехала в новую квартиру в Крутых Ключах. Она такая же аналогична, как и наша. То есть даже по квадратуре она такая же, как наша. Ну просто без мебели. Сейчас нам помогли с переездом. За два часа нашли машину, перевезли нам всю мебель. То есть все сделалось в очень кратчайшие сроки. Я первый раз за все эти дни выспалась, сходила в душ, повела горячий чай, потому что даже кафешек нет, чтобы мы могли хоть где-то поесть, попить. В Крутых Ключах от взрыва бытового газа в жилом доме никто не погиб. Но три человека оказались в больнице. В общей сложности пострадало 25 семей. Все они останутся жить в своем микрорайоне, но уже в новых квартирах. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина на приеме граждан у прокурора города. О состоянии дел доложили представители Следственного комитета, управляющей компанией, застройщик микрорайона Крутые Ключи и глава Красноглинского района. Самая важная задача, связанная с отселением жителей из пострадавших квартир, решена. На вчерашний вечер отселено 5 квартир и подготовлено еще порядка 20 квартир маневренного фонда для возможного переселения, если граждане изъявят такое желание на момент производства ремонтных работ. Временные квартиры пострадавшим предоставила строительная компания микрорайона. Люди там будут жить около двух месяцев, пока ремонтируют их жилье. Предоставляя временные квартиры, городские власти учли пожелания пострадавших. Одна из семей попросила жилье без газового оборудования, а одинокая пенсионерка предпочла переехать ближе к остановке общественного транспорта. Прокурор города отметил, что главная в этой ситуации – быстрая помощь людям, оказавшимся без крова. Представители следственного комитета пояснили, как и что нужно делать гражданам, объяснили им, как можно подать иски гражданские и делаем все направленное на то, чтобы решить их проблему именно сейчас. Именно сейчас расселить, пока будут уйти следственные мероприятия, пока будет устанавливаться виновный. Ну вот сейчас граждане пояснили, что на сегодняшний день их вопрос решен. В результате взрыва пострадали и 10 автомобилей, владельцы у которых есть страховка, получат компенсации. Остальным придется обращаться в суд. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. Возмещать ущерб будет виновник трагедии. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Детские сады Самары примут более 11 тысяч воспитанников. В городском департаменте образования прошла автоматическая процедура распределения мест. Весь процесс контролировали представители родительской общественности, заведующие детскими садами и надзорные органы. Подробнее расскажет Елена Малютина. Процедура по распределению мест в детские сады полностью прозрачна. Ее трансляция проходила в соцсетях администрации города под контролем представителей родительской общественности, прокуратуры и заведующих детских садов. В базу автоматизированной системы загрузили все заявки от родителей. Их более 27 тысяч. У Натальи Лукмановой двое детей. Старшая дочь ходит в сад. Младший сын стоит в очереди. А значит, попадает в льготную категорию. Его должны распределить в то же дошкольное учреждение, куда ходит сестра. Родители уже подготовили весь пакет документов и прошли медкомиссию. Процедура была полностью прозрачная. Видно, что все делала система. Никаких мешательств посторонних не было. Поэтому ждем результаты, обновляем сайт. Я тоже жду. Надеюсь, что моего ребенка зачислят. Автоматизированная система учитывает направленность групп, возраст ребенка, дату постановки в очередь, а также право на льготы. В департаменте образования распределили рекордное число мест – 11 047. Из них 2372 в ясельных группах. Количество свободных мест определяют заведующие детскими садами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По регламенту полагается 2 квадратных метра на ребенка от 3 до 8 лет. Для детей ясельных групп – 2,5. Сейчас в Самаре осталось 837 вакантных мест в детских садах. Представители департамента образования просят родителей, которым не подходит тот детский сад, в который распределили их ребенка, обратиться в МФЦ и внести изменения. Вы видели, процедура у нас сегодня впервые транслировалась в прямом эфире с целью того, чтобы донести до всех жителей городского округа Самара, что процедура прозрачная, она идет в автоматизированном режиме. Вы услышали цифру, что 800 мест не были востребованы, они были созданы. Конечно, это детские сады удаленные, или же, может быть, родители все же еще не проанализировали, не поставили. Поэтому я прошу, особенно родителей Хуйбышевского района, Красноглинского района, Советский район, удаленные детские сады, обратите внимание, что в этих дошкольных образовательных организациях есть вакантные места. После окончания процедуры распределения мест в детские сады в течение 10 дней заведующие дошкольных учреждений в обязательном порядке известят родителей. После чего родители должны написать заявление на поступление ребенка в сад и предоставить весь пакет документов, а также медкомиссию. Новое распределение свободных мест пройдет в августе. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Парад Победы в Самаре стал более масштабным и зрелищным, чем в предыдущие годы 9 мая. Россияне всенародно почтили день, когда 24 июня 1945 года Красная Армия на виду у всего мира сбросила поверженные знамены вермахта. В этом году из-за коронавируса зрителей на площади было мало, но увидеть парад смогли люди в разных странах мира благодаря интернет-трансляции. И военнослужащие приехали из разных регионов дислокации войск Центрального военного округа. За торжествами с трибуны наблюдал Олег Зверев. Ровно в 10 утра трансляции боя кремлевских курантов возвестило о начале торжеств на площади Куйбышева в Самаре. К этому времени парадные расчеты уже построены, последние приготовления завершены. Перед началом войска 2-й гвардейской армии с салютом поздравили героя Советского Союза Владимира Чудайкина. И вот, согласно строевому уставу, знаменная группа выносит государственный флаг и Знамя Поведы. Знаменная группа выходит под звуки песни «Священная война». Эта маршевая мелодия стала символом защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны. После выноса знамени начались официальные поздравления. Весь мир увидел, как советские бойцы бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских армий. Это был великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от коричневой чумы. И завоевали эту победу наши соотечественники, наши с вами родные люди. Самара Куйбышев в годы войны была запасной столицей. Предприятия региона обеспечивали Красную Армию техникой, оружием и горючим. И почти полмиллиона жителей области отправились на фронт. Самые прекрасные, удивительные, сильные духом люди выстояли и победили захватчиков фашизму. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Наш святой долг – защищать подлинных героев. После исполнения гимна России началось торжественное прохождение парадных расчетов. В строю военнослужащие, силовики и курсанты в этом году участие в параде принимали гости из других регионов. По площади прошли колонны разных родов войск Центрального военного округа. Тем более, что многие города отказались от проведения парада. В этом году у россиян есть уникальная возможность дважды отметить День Победы. 9 мая и сегодня по площади Куйбышева парадным строем проходят военнослужащие Центрального военного округа. Точно так же, как ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве по Красной площади прошли воины-победители. После прохождения пеших колонн на площади показалась военная техника. Современные машины, стоящие на вооружении 2-й гвардейской армии и раритетные образцы времен Великой Отечественной войны. Авиационная часть парада – это вертолеты и самолеты Су-24МР и Су-34. И 9 мая, и 24 июня, и день, когда пройдет бессмертно, полгода 3 сентября, когда мы будем отмечать завершение Второй мировой войны. Все это дни, когда нам нужно вспомнить о том, как это было. Военный парад в Самаре смогли увидеть люди во всем мире. Были организованы телевизионные и интернет-трансляции. Вещание проводилось в том числе и на ресурсах телеканала «Самара ГИС». Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Облака преградой не стали. Самарцы 21 июня могли наблюдать частичное солнечное затмение. Луна не закрыла и десятые части небесного светила. Вооружившись специальными линзами, заявлением наблюдал и наш корреспондент. Самарские любители астрономии в воскресенье утром переживали. Облака, которые растянулись по небу, могли помешать наблюдению за частичным солнечным затмением. Но в самый важный момент небесное светило все же показалось самарцам. И если для россиян оно было закрыто всего лишь на 8%, то жители Африки увидели полноценное кольцевое затмение. «Это происходит тогда, когда у нас Луна находится слишком близко к Солнцу, и она своей тени полностью не загораживает Солнце, и мы видим как бы колечко по периметру Солнца. И в целом по России был очень маленький процент этого покрытия. Где-то это видно больше, где-то это видно меньше, в зависимости от места расположения на нашей планете». В этот раз представители Самарского клуба любителей астрономии наблюдали за явлением по отдельности. Ограничительные меры не позволили собраться всем вместе, но обычно такие затмения отмечают массовым сбором. «Мы постоянно проводили мероприятия открытые, это и в городе, это и за городом. Астрономы выставляли свои телескопы, и все желающие могли подойти и посмотреть абсолютно бесплатно». Наблюдать за солнечным затмением лучше всего с помощью специальной техники. Бинокли, монокли, телескопы и объективы камер. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать про специальные светозащитные фильтры, которые затемняют слишком яркое Солнце. Если этого под рукой нет, то всегда помогут повседневные предметы. Например, три пары солнцезащитных очков, наложенных друг на друга. Либо обычное стекло, которое перед этим нужно закоптить свечкой. Подойдут также тонировка для автостекол, сложенная в несколько слоев, и маска сварщика. Эти знания помогут в следующий раз. В этом году будет еще два лунных затмения в июле и ноябре. И одно солнечное в декабре, которое жители России увидят только частично. А вот полноценное кольцевое затмение получится увидеть через год, 10 июня 2021 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова